Планерное совещание по традиции начали с отчета о криминогенной обстановке. У Анапчанина в Сотпещерик оперативники изъяли целый арсенал оружия. В ходе обыска в домовладении в Сотпещерик у местного жителя 54-го года жили, проживающего в Санапске, ранний судебный по стадии 105-й, сотрудниками в Голоморозке было зерно, автомат калашников калибра 5,45 и два магазина к автомату, 21 патрон калибра 5,45 и 9,7,62 мм, два гладкоствольных ружья, оптический кресел и две отграды. Возбуждено уголовное дело. Сотрудники роты ДПС и ГИБДД зафиксировали 337 нарушений правил дорожного движения, 42 водителя превысили скорость, 12 управляли автомобилями пьяными. По Краевому детскому закону 1539 провели 114 проверок. К административной ответственности привлекли 26 родителей. Проверили документы и законность проживания 76 иностранных граждан. Провели внеплановую проверку настройки на Субсехском шоссе 26. Из 22 иностранных работников 20 оказались нелегальными гастарбайтерами. Работодатель – московская фирма, в отношении которой возбуждено административное расследование. Штраф за каждого из 20 нелегалов может достичь 800 тысяч рублей. А значит, московские бизнесмены могут обеднеть на 16 миллионов рублей. Всего за неделю выдворили 21 иностранца. Первый вице-мэр Анапы Светлана Яровая напомнила принятие на сессии генплана – начало большой работы. За две недели предстоит определить границы и поставить на кадастровый учет земли населенных пунктов. Далее – разработать и утвердить правила землепользования и застройки. Светлана Яровая доложила – другая задача, поставленная главой города, выполняется. По поручению главы города мы продолжаем работу по аншлагам. На сегодняшний день установлено 187. До конца дня, Сергей Павлович, я доложу вам, о какой количестве еще идет речи, в какие сроки. Заместитель мэра Анапы Яна Дуплякина отчиталась о средствах, поступивших в городской бюджет, о планах расходов и необходимости экономии. Управление образованием, управление имущественных отношений, школа номер 7 и детская и юношеская спортивная школа номер 1. До 25 ноября попрошу погасить задолженности и поставить платежи. Следующая информация – это координаторы муниципальных целевых программ. За ноябрь-декабрь месяц вы должны привести свои программы в соответствии с фактическим исполнением. В 2013 году уже знаете те суммы, которые освоите. И параллельно проведите мониторинг исполнения, выполнения показателей и критерий оценки выполнения программы. Специалисты налоговой службы за неделю подготовят списки должников по налоговым платежам. До конца года руководители городских управлений должны отчитаться об освоении средств, выделенных в рамках краевых программ. Раньше Анапа участвовала в 17 из 24 существующих краевых программ. За этот год удалось добиться, чтобы работы велись уже по 23 программам. Мэр Анапы Сергей Сергеев распорядился. Анапчане должны участвовать во всех. В Сочи, Геннаджи, в прошлом году получили средства на расчистку руселых. Анапа ничего не получила. У нас же нет ни русел, ни подтопления, ничего. Это говорит об инвертности работы руководителя. Дальше. По санктурному комплексу. Ни в одной программе, той, которой вы должны были участвовать, мы не участвуем. Вот. И, почему я сказал по Сергею Алексеевичу, два дня, приятное известие получаю. Оказывается, с этого года работает программа по обеспечению участкового и полномочия жилье. Софинансирование 5 на 95. Вот. Соответственно, 5 наших 95 граммов. Палится, палится. И господин Рекимов в марте написал, мы участвовать не будем в этом году. Мы посмотрим, будем, возможно, в 14. Мы будем участвовать во всех. Я еще раз почувствую. На этой неделе проведут корректировку размещения экскурсионных точек. На контроль заместителя мэра Юрия Полякова подсветка деревьев и рекламных щитов на Пионерском проспекте. Санитарное состояние прилегающих санаторием территорий. Задача начальника и специалистов управления торговли – проверить законность продажи алкоголя в магазинах. Сергей Сергеев снова напомнил, многие вопросы и проблемы пересекаются в нескольких сферах – санаторно-курортной торговле и строительстве. Еще раз обозначено – анапчанам надо помогать развивать бизнес и работать с субсидиями, бескорыстно, не требуя благодарностей. Контрольный вопрос планерного совещания – капитальный ремонт многоэтажек в городе. Анапа в шестой раз участвует в программе софинансирования капитального ремонта жилых домов. И до 1 декабря этого года ремонт должны завершить на всех 18 многоквартирных домах. Обсудили и проблемную тему – грязь от большегрузов, выезжающих со строек, нередко становится причиной аварий на перекрестках. И город выглядит неопрятно, когда на улицах и дорогах, даже в сухую погоду, грязь – побочный эффект несоблюдения правил застройщиками в городе. Они обязаны на выезде со стройку устанавливать мойки для колес большегрузов. В районе 20 часов заряжал по Шевченко из Краснодара, крестьянская плама переходит в парковую. Вот как ехал, где-то на мешатках, как ехал, так вот прямо все и оставило по дороге. Когда мы наведем порядок, почему же ДХ должно с метлой ходить, а у вас 4 сотрудника, о которых вы сказали, в 6 часов домой уходить должны. Почему так? Уже сегодня в администрации проведено совещание. Контролирующие органы и ответственные службы напомнили всем застройщикам правила строительства. Никакой грязи, обязательная мойка колес большегрузов, транспортировка грузов с осторожностью и под тентами. Анапа – город курортный, грязь на дорогах недопустима. И суммы штрафов солидные. До 800 тысяч рублей на юридическое лицо. Легче и дешевле – соблюдать правила. Продолжение следует...